всем привет с вами texas и это хайлайты матча нигма против you reject как видно по названию ролика по картинке здесь мир около сыграет на пудже и матч будет невероятно невероятно жестким в плане фрагов чуть ли не рекордсмен а по количеству убийств в общем всем приятного просмотра не забывайте что важно поставить палец вверх и также подписаться на канал жми колокол и смотри матчи на этом канале сегодня кстати есть этот пашот прямо сейчас по время выхода то будет скоро матч между спирит и аутсайдерс они же virtus pro ну а здесь вам желаю приятного просмотра кстати до поводу ролика я сразу так все сделаем быстренько чтобы было максимально комфортно влайн-просмотр и пройдемся по хайлайт который который нам дота будет рекомендовать и тут их хватает уж поверьте и для начала давайте ознакомимся с тем кто играет возможно вы не в курсе кто такие юры джек юры джек то бывшая команда айтипи там дисбандули там чуть-чуть себе состав подсобрали но играют вот так себе они занимали последнее место в дпс право дивизиона и скорее все будет вылетать и дизи у нас играет таннер здесь играет чеси ранки сразу показа не буду озвучивать шат и получается джейфо майн-контрол у нас конечно же матч есть джи аж на фениксе куру на тине сумаил котел ну и miracle miracle гость нашего выпуска это у нас пуджариус собственно говоря в общем всем приятного просмотра ну и давайте сразу мотать на хайлайты так у нас пока не было фб на руна к сожалению мир это у нас пошел душить по поводу пуджариуса керрия ну рофл или не рофл на самом деле работает неплохо пуджариус на позиции керри почему потому что пудж невероятно быстро фармит и в принципе по шмоткам ай мирикал ну что ж ты на показываешь такие хуки не коронные не похоронные так вот фармит пуджарис очень быстро из-за своего рта рабочего и покупая гоним он очень-очень становится большой головной болью скажем так ну и в принципе минусы в чем минусы в том что пуши не получается фб уже бахнули бага отпадает к уроке ну ладно бывает немножко подспейсил это стрики набивает получается для оппонента по поводу драфта оппонента там тоже весьма как бы необычно весьма забавно получилось там у нас а потом пуджариус пока душат пуджариус тихо секундочку то это минус готов точнее пуджариус душа не его душат но тут у нас немножко попукивает джейфо пытается пройти к мирку поближе но мирикал это дело все в себя подпитал и пережил так они начать секундочку давайте так сделаем вот так вот секундочку минуточку как сек и вот так сделаем это большие конками не как-то нормально 11 уже на экране так вот пик необычную команды евро джек потому что в драфте есть там брейкер в драфте есть у нас виверна медовая там брейкер керри если что и кстати очень здорово смотрится тимбер потому что тебе все-таки очень классно бьет жир ати а пуш это что а пуш это тот самый настоящий исконный жир так у нас тут померкла где-то видимо было не так уж и важно важно возможно что-то сейчас будет но опять я как бы доте не всегда доверяю фланете хайлайта потому что иногда дату показы какие-то хреновенькие моменты но кстати на топе сейчас намечается драчка я так понимаю там три героя смещается по идее там краски будет небольшой замес пошел на завес пока клок вверх наваливая свой батриас алтоз залетает по зомби джек по нажимать плохие коги кстати подвижается малоразы закидывая свой молоточек настукивает по лицам парней из команды нигма и разваливается майн-контрол да вот еще из необычного майн-контрол то есть стройка ондайн где вы такое видали вообще но тут опять-таки приколов крайне много в этом матче команды и по нигма есть в этом матче вин они скорее всего вин проходят в топ дивизион возвращаются обратно также в топ дивизион уже вышла команда и тебе городские новые перри собранные тебе которые были бывшие chicken fighters ну а юру джек типа не так и так вылетают там уже без разницы по 3 на экране экшена много давайте дальше мотнем у нас тут выход под же под же пошел джейфона пару станнером подходят есть у нас еще и в даунбрейкера ой как дорого как как много хотели влить здесь способность что убить всего лишь этого феникса бедняга могли его казнить но в теории через не будет небольшая душа в сторону мир комирка начинает покушивать своего оппонента покушивает самую малость чейси чейси отходит на чине четыре героя смещаться за мирком кастует скан силы света мирку понимая что происходит какие-то грязные вещицы здесь у кук у кук мир окол но жаль не получилось был бы минус по чейси хотя и вы так могут дотыкать броня конечно хорошая у кастрюли кастрюли монтит ли сами пока выворачивается там еще и саппорт вошли команды нигма поэтому будет прямо очень жесткий махач закинута спутану там живет честь и падает хуру пока мансит есть тос комбинация откидывает прямиком на пуджарис пуджарис пока немножко провожает джейфо ну там как же попёрдывает покер поэтому неприятно пуджу промаху и нажмешь но в плату и куком не промакивается ну хотя в плату нападает уже хорошо 9 фраг у нас на седьмой минуте дальше let's go let's go смотреть там нас с улыбку шаток под застрял а их не долетает до своего . его поймал ты не хватил куроки дает тос комбинацию но там там на по цели кулок вверх снова душит мира камерку парень жирный все таки это пуджарис кук мир и кулу блин видно видно что все таки у нас не самый опытный пуджарис на экране веры конечно куками мажет очень очень часто падает во время сумел кстати еще жаж у пол 77 на экране мы под фиде ли здесь не очень проще для команды не было нигма так еще и падает панк control то есть она топит 2 core героя упал аж вот одизе хорош кстати мега хорош у нас парень этот скрыть вич блэйда вич блэйд так и есть эго не будет покупать а понятное дело мотаем дальше мотаем дальше среда партифактам тоже пройдемся конечно же вот можно будет уже к 10 плюс-минус оценить что покупают на пуджарис позиции керри вангвард понят дела хорош хотя вот вангвард нам есть большой минус потому что тебе как убьет пор по жиру вангвард тебе джир и тебе больно ну ладно что что делаешь надо как-то с этим смириться есть уже мега убийство кстати не фигайся и урыжек первые сделали здесь врага в этом противостоянии это прям века неплохо я бы вам сказал знаете даже пока воду там может даже чутка переобуться но нет все еще дата верит больше в команду нигма даже странно почему она верит в команду нигма потому что но у них бы реально как бы пуша нифига нет но типа тени есть на тени это супор пятерка даже интересно как они планируют пушит там т2 и даже я боюсь говорить о тревышках ну ладно это мы потом узнаем давайте дальше посмотрим 12 матч и у нас здесь жаж пока фармить леса оппонента и там рядом его тиммейта на подсейве пошел тоннер есть или кинес поэтому будто и джоша и пытался улететь не получилось хотя нет хотя смог развести его не поймали но правда плевком долетела потушили феникса есть там же еще и посумаил и пока зоне лестнитор скорость подкатывает андайд койком фото напаливает манка тропа тиммейта но ху хорош нормально попал ножка дизи поймал но правда здесь сразу себя по цель поэтому его не убиваешь девочки повылетали броня треснула в это время там нас живой майн-контрол как же больно он то душит охренеть что за смотки майн-контрола файзы взял себе худак soul ring прикольно так а ну а тут у нас пока пужариус жрет ну как как я говорил на старте матча тут очень надо покупать аганим понятное дело аганим это увеличение арта еще регенерацию поджираешь с противником летает яичко феникса полетел замес у нас удаша то станет башит работает по яйцу яйцо лопнула ай-яй-яй как же больно как же больно и просто два свирепства оформляют еурежекты и гба что с лицом 10 18 28 фрагов 28 на 13 минуте вы чё вообще и ненормальные как или как это называется так ладно у нас опять махач ну как бы команды вообще как бы не знаю слова стоп вот не знаю слова фарм команда знаю слова драться ахаться будем ахаться будем а то скобинация сапожей фонимашка откидывает его из этого замеса поддерживается и мир закидывает свою бензопилу убивает хуру падает сумаил и анбеливабол уже слышим у себя в ушах ну а парни из команды и уроджек планирующий подкушит тавар возможно будет предложение файта там у нас недалеко находится поджариус что возможен хук правда кого хукать кастрюлю хукать но и такое кастрюля будет тебя и плохо подрезать по твоему жирку и срезать себе твои складочки живота так что не стоит выкупать но тогда без фрага окей 1320 табло манька трогали суммы к трог засаде ставит там будет стоять свои кнопочки там руби что потом что-то под воровал что украл руби ведь посмотрим устал своего окна нормально флэш голем ультимативно забрал но правда тут успевают сместиться нигмана по цепи мэйта убивает же и фо майн-контрол не упал поэтому все-таки вливать весь фокус ван дайнга ну тяжело на кого на 2800 хп на 19 как вообще убитым еще из резиста от магии огромный него и броня неплохая принципе 11 получается как для свелика очень даже бодром тамара поцепили там разломали но и рубик падает а у них так стоп это вас уже а уничтого до нигма получается ну да из того туда-сюда туда-сюда разгоняются молодые люди но окей хороша добить тяжело будет никами кажется здесь по крайней пока что я пуджарис просто сушки вытупить его это долго получается врыв на куроке кура сразу вытосывает от себя этого товарища но тут прям всем селом поехали куна куроки и заехали нормально поломали камень раздробили его тут на маленькую щебенку но отделались малой кровью на снигма больше потерь не будет по крайней мере вот прям сейчас так и тут команды пока сгущают тучи около рожпита возможно уже думать над тем что пора его убить смогут ли нет в чем вопрос в это время ху полетел вот легко было конечно как бы не хайлайт еще скажем так там у нас те временем нагрызают немножко тенистера выкукивает в обратно рубайчик рубайчик хорош нормально получилось стать эпичный матч сказать когда катает пульс против рубика и рубик рукает лучше чем путь блюдо сейчас если же за там астакан потом откидывается не зуба все-таки у нас рубика в больших руками не было от него к сожалению пока что может быть еще сможет украсть продувая прям очень бодро сумаил усмаил там уже прям очень все хорошо 17 уровень 22 минута усмаила хотя так вы уверены 18 уровень уже есть тоже как бы мега хорош но и в волора тоже наваливает ломает man control а 24 фраг пошел пуш мимо подрубает пока свои гнынечки душ этой дизи коги стопают пуджарис но пуджарис форм как пацаны ладно окей я тебя убью а потом тебя пробью но правда вот с волорой возникают небольшие неприятности потому что там есть эффект блокенбара под крутилкой и кодем аджа очень много даже пуджариус такой не впитывает шат телепортацию нажал и сбежал проще из этого файта ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй наконец неконес тандера там у нас еще отгонять есть по нему веса поддержать своего ломора сразу сразу файт пошел ты куда влетает но с небольшой рассказ по голове раскруточка от шата полетела домининтинг этого тоже кромсают жаша жажа у нас телепортацию нажал и улетел прочь из этого замеса все успокоились ух надо выдохнуть надо выдохнуть надо попить водички поднем мотнем и наш идем дальше fight у нас fight у главан по 120 26 26 минут 46 врагов нормально летим нормально идем там у нас урок пока умер еще убили джейфо нормально получается там еще прожащие сече улетает на свое мчение поближе к елочке пока живет там пуджариус вроде бы начала кушать но не так уж учесть и падает дотравил его джош веслом майн-контрол не убить очень жирный герой конечно но это знаете это драфт на жир у команды нигма есть у вас алхимик через бедность это у нас нигма через жир но реально типа 283 100 хп у пуджа 300 и undying 4 200 на 26 как убить это чудовище скажите пожалуйста охренеть и не жирно там даже котел как бы тоже жирный весьма уже 2600 хп тоже готов впитывать на топе план капкан пошел в сторону и дизи пытается его перехватить и верно так осторожно тихонечко по кромке леса крадется пуджариус рядышком пуджариус может поймать не не разошлись разошлись как море корабли ну а там у нас куру помер от шада при этом у нас нигма перемещаются на центр а тут у нас кто-то остался то остается андайн к его просвечивает андайн на фейзах на пока побежал кукшот есть кукшот кукшот и вплотную вошел ладно окей то то убьют его тут без у тиммейта все-таки он не такой плотный 2300 нормально убить можно видеть еще и запердели огонь так 28 смог атаку от команды него тут еще есть у ноги регенерации но она не всего нужна найс комбинация чисто здесь и не старался хватило хотел поймать и убить а тут уже взял его и обратно выкукал зато на бкб разбили у нас волору волорок соеде сам что немаловажно у как же на работает свои моло . забивает гвоздь крышку гроба пуджариуса проливают яичко неплохо работает аске яхо сабля потому что дабл пичка помогает быстрее убивать яйцо влетает валора дальше на майн-контрол а ой 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 ёшечки много потерь у команды нигма 6000 перри фарма за юра джектами и нигма потихоньку огребают ли а как как камбэкать 12000 на творца ладо трясочный творц почти что есть пуджа а там у валоры почти шестнадцать точно творца пуджариус кири знаете все-таки легко не самый надежный товарищ да и мир кого-то матча такой немножко федераст тем 64 играет можно было и меньше выбирать и по крипам как бы пуджариус обычно фармит прям дофига а тут пуджариус аж 5 по нутворцу но точнее по крипам 179 у него и почков убита ну ладно ладно огонь и покупайте котел кстати это у нас лампочка появилась так что можно будет кому-то пойти немножко ослепить его взор переиграть и уничтожить могут или нет узнаем уже совсем скоро блин дагер для позиционки выбирает себе андайн хорошая шмотка но и также путин бар понятное дело не помешает андайн вот так тоже будет проще врываться в замеса проще будет ехать свой там у нас пока работают волной в сторону чести чести пока взлетел упал и вот пытается то уронить пошел дпс есть у нас немножко урона по чести летает волора развалили лицо по идиот шат уже среди обсудить этим походу скоро будет гадлайк у кого-то если не на карте мне очень свой не сольет винтерский урс у нас неплохой стопы от агрессии от команды никого но правда пушки представляется кстати неплохо пробили смоила добьют ли вот чем вопрос оттасывается у нас поэтому рубашку шок летит мимо то что ваша дошла нужно убивать он слишком жирно отжирается и даже и без него слить не получается пушаре спорта метлом едет в обратную наваливай поджиг поджиг по когами пока зоне пуджа но джейхова кидают услугу при помощи вспышки света от котла наваливают еще и по шаду там руби все что подворовал по идее подворвал себя ультимативный пуджа так оно и есть а джиаш у нас получать и птица за что он видимо за что-то заслужил ломают вас по итогу яичко но не ломать лампу но ломают жирного 1000 крит вылетает скрутилки от шада и 2737 5000 перри фарма сохраняют за собой парни с команды юрджек охренеть просто охренеть но я думаю что такой матч точно заслуживает вашего лайка так что если нравится на такое противостояние то глупите свой палец вверх огромное спасибо ну а мы переходим дальше момент игровой на тридцать четвертой минуте у нас здесь насыпаете пока его ланджа подъезжает чести но правда не успевает его просто там были и улов кастованы а честь из-за дебафф или через салат майнта покупали да ладно в смысле а он вернул он вернул он улетел на чине на путь успел его поймать поэтому теперь долетел но вернулся хотя анимации как бы то модельки они не совпали как покупая самого тиндера но такая дота так она работает так она в принципе и должно быть наверное я была бы это дота как бы тут либо бак либо фишка так не поймешь первого раза кстати мир около где твой так аху почему такой какой-то горящий обычный хук хотя может быть я просто не шарю в экономике но в плане доты на по стоимости шмоток может быть эта шмотка тоже редкая тоже дорогая полор летит в бой куру накрывают она накрывает она пока подгорает но не умирает а вот шадов немножко под и под лампу поймали но нет смогли этом больше по контролю поэтому он отступает под базу хотя в принципе файтов плюс для команды нигма потому что размен и не на тимбера вполне их устраивает до полет пойдет дальше на что дальше у нас хорошо настояние и так понимаю небольшое либо это драка за рошана хотя пятки когда пересматриваешь матч вот так она бывает подвисает амера шаной возможно даже его и нет на вы проверить после по это избивает мань-контрола на которую больно но опять-таки слишком жирный 3dp так быстро не убьешь ставится яичко ставится у нас здесь крышка точнее крышка а надгробие на кастрюле кастрюлю похоронили аршан стоит все-таки хороша нас 2 правильно да второй ашан вообще порошан как-то маловато получается в этом матче 38 минут и это лишь 2 рожан при том что фрагов в этом матче уже 69 69 мать его фрагов охренеть до 38 минут ты котел пока дует дует ровно дед у нас кстати 21000 над ворса пойдет пойдет но поджарить конечно просел нас одна поднем поднем девятая минута матча у нас реально прям совсем может у тебя хайлайта вот тут дальше диапазон геймал где не было из-под рачеком кого-то видимо подфармливали вроде бы и бейки не выбивали просто как-то так получилось что немножко решили видимо успокоиться устали нажимать кнопочки пацаны давайте пять минут короче отдыхаем а потом опять будем драться махаться без этого беспрерывно без отдыха без отдыха на небольшое небольшое релаксирование побить крипов и тяжело дается ломают вас под контролу и как же больно охренеть в этом матче дай маршрут валор это что-то с чем-то ну вот вот почему балора керри хороша про это я говорю на стриме что герой в максимально универсально в этом патче герой реально пикается на любую позицию и офигенно залетает с каждой позиции есть пользоваться лорад офигенно и этого тоже три полкил готов для шада ой 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 немножко идет по плану так там уже появляется и без облей так себе байбэк нажимает пуджариус нажимает опять как у нас феникс есть дпс пробивают здесь курок ура рассыпался пойдет отдохнуто тоже нажмет байбэк так все возвращаются 3 байбэк это дорого тем более на пуджариусе все-таки пор позиция которая уже очень сильно просил по над форсу а пока не упал есть и блэйт но там есть юлана под сейф продувает котел прыгает miracle нужно жрать но к сожалению лотос нажимается и куб да ладно вот он заряжал свою точность и это будет конечно бега красиво это просто гига хорошо получилось афигеть вот этого куша отпадает а пойбэка нету шада а байбэка нету виверны ай-яй-яй как же напиливают сейчас здесь молодые люди из команды нигма и по итогу выживают только саппорты лол кек это как охренеть вот это что он там дал спад выперда хук верно очень очень красиво получилось но это за вышку кушает у нас либо они не захотели бить рошан хоть оказалось пороша вроде бы там очень код сыны стоял там ну реально 2000 урожка осталось то решили что лучше сейчас использовать века скажу так преимущество на бакуш руби нас пытается пуджа доставить до фонтана или скук через телеканес но к сожалению сожалению там не так быстро всего к дешится либо не было рефрешера чтобы вот прям до фонтана до пукать а так было бы забавно если он правился с таким задание что пушит линия уже нет маниква прям и фигасе камбэк демонстрирует у нас хотя дота кстати тоннки странно что не верила в команду маду юра джек потому что перри фарму хороший по пику казалось что он не попекутся если учитывать сюда заказал что уже неплохо должно уникать по шансам но нет видимо дота понимаешь что-то про пуджа хотя пудж так что у нас многие годы почти каждый месяц является топ-1 герой по пиком иногда бывали случаи где пуджа там а по количеству пиков по в пабах обережал там снайперы потом было фантом к было чуть-чуть популярнее пуджа но пуш там типа 3 то миллиона там 2 миллиона матча за месяц в пабе там среди всех как бы игроков ну из всех уровней игры рангет и рангет вот где-то там три миллиона матчей по-моему в месяц даже три с половиной миллиона скорее всего его дела ну что нормально получилось сломали линию забрали рошана гадиша забрали все отлично все хорошо мотаем тогда дальше 43 минута матча 3642 на экране опять к перри фарма за команда нигма там у нас повезли пуджа поймали в полете сломали айгис красиво опять к рубача красава неплохо получилось в интерскорс нажимается пока тут нам даем гадала не бьют опять пужа кука это задолбал ты ему говорит меркл и просто выжирает даже во время плода брейса плевать ему на все эти пациенты работают по мирку мирку разваливается минус пошел без байбэка мирку упал наш чудо мальчик на целых две минуты потому что байбэка не будет еще пять минут поэтому он никак не вернется просто сидит или минуты фоткает ну за две минуты может взять многое допустим поставить палец вверх на данное видео огромное спасибо каждому кто поставили сверху но и также не забывай подписаться а если смотришь видео прямо вот во время выхода его 7 числа то пока скоро там через часик полтора уже будет матч между спирит и виртуз про есть ты его пропустил топ пересмотри на канале запись но пока у нас здесь есть уничтожение небольшой стороны команды евро джек потому что выживает лишь один честь и несмотря потери меркла не смотря на потери байбэка на сумаире здесь не подопинают этих молодых людей пробивает себе и блэйдом и и блэйт винтает обратно в его же блэйт точнее я хочу вы поняли эти шуточки про и блэйт их честь и пал разорвали вычетный контрола хороший суд рип потерка остался один но не встал отдать базу тяжело пошли его его поймали пока попердывает юлах у нас клаквер джи фу отступает под базу ну на базе его не убью до фонтан же его спасет не такие герои чтобы на фонтан врываться и убивать героя противника хотя по хп его конечно хочет сильно ограбили скажем так минус 30 силы было покверка я так понимаю в этом моменте ну что еще одна линия падает для команды нигма прямо сейчас по файту 21000 дэмэджа от нигмы и почти 25 летела от евро джек ты просто почти двенашка вот и верно нормально на периле о лама пошла поймали саппорта в рубик на пару спать как пытается бежать но уже сложнее подло продувать как же больно еще дожигает вожж а нам все-таки вот и вот потихоньку на базу очень мало мс она добежал хотя и на базе неплохо сминают он манеры он манеры нигма кушать не хотят просто на фонтан разминает убивает тоннера и когда саденько я хотя на самом деле давайте пацаны я согласен давайте сражаться давайте и почему потому что в этом матче хочу больше 100 фрагов уже совсем чутка осталось до отметки в сотне не так часто ты видишь матча где происходит 100 фрагов на про сцене а это про сцена хоть и казалось на тебя юры джек на команду визиона да не слабенькие но тем не менее почти только классный хотя бы прикол дэс кофельный получается убили к атласе без боя поэтому две минуты я думаю еще команда не будет ждать хотя даже чуть больше потому что там покажет вернуться пока даже дойдут до линии там и пушить в трон рановато а они не сломали бараки а у него ладно да вопроса больше не имею а фон и шмотки уже кстати 4 тиром так что давайте мать нём и проверим что вообще попадал у нас по четвертому тиру и кстати команда юры джеком осмелилась идти дальше пуши потому что они уже под базу противника у джарис огонь и пуджарис купила себе еще и блэйд фармите красный бенагер что он по нелогично пробиваю беднягу на джей фоксе пуджарис да пуджарис и яга ним шар себе тоже займел поэтому может еще этим это поселить и необходимости акции вообще по цепь классную команда нигма теоретически пуш может слушать тиммейта а пуджас кушает феникс у нас будет три героя в яйца находиться феникс пушке и его поглощенный друг по продаваться за очень обид когда яйцо взорвут потому что это чисто минус 3 в одном яйце лопнет а так вот комбинации 47 47 так давать подсочетка пчетка есть фрагов есть фрагов до отметки в сотню эти дожмем надеюсь справимся давайте чутком отнем потому что там пока байбеке они байбеке смысле таймер на возрождение заканчиваясь вот теперь уже давайте смотреть до конца у нас тут пошел в риф под майн-контрол сбили довольно много хп кстати хотя как много у меня там здоровье как до 5000 кстати муншард офигеть муншард на тройке андайни теперь я в этой жизни видел все я так понимаю чисто работает на пенте хукай засранцы зомби мешают нормально кукнуть не достали до кастрюль кастрюля нас убежала и все с нами тоже врага как-то шли ну такая минимальная потеря упал к вверх хотя нет это не конец поехал в бой нас план контрол работает стопану тибера нихрена сетим вернулся дэмэджа вот как вы думаете пишите в чат прямо сейчас не в частности а в комментарии прямо сейчас как вы думаете какой герой в этом матче внес больше всего дэмэджа потому что тут тяжело сказать и вверно филивает дохрена дэмэджа мы видели по 3 кап и тут и тибер есть бьет офигеть как больно по этим жирным героям команды нигма тут и котел дует это очень много дэмэджа я наверное осмелюсь предположить что больше всего дэмэджа в этом матче сделает именно тибер что-то мне кажется он топать не по урону а второе место будет котел а третья виверна вот у меня такое имбир котел и верно проверим праве я не прав уже на парсере в конце матча а пока у нас рассыпаются герои команды юра джек голый достается у нас трон хотя с правой линии еще есть небольшая защита ведь там стоит а два вышка и параки стоят ну это и это 3 вышка тоже стоит соответственно что как бы логично не стоит а два вышка покупаются герои команды юра джек байбэка больше нет любая смерть может быть последним летает и и очка и очка нужно спасать и очка пить даже не собираются не очка у нас живет выжигают шадо шадо пал монстр крыл готов этого тоже да тоже ну и парочка фрагов дополнительно сверху но мы уже прошли мы уже прошли ответ в сто сто четыре мать его фрага в этом процессе не 105 погнали еще давай больше давай мясо и дизи минус пире сто шесть сто шесть все одни сто семь джарюс решил отдохнуть напоследок сто семь фрагов сто семь фрагов охренеть то что давайте проверим правы мы или неправы но до начала давайте подпишем на канал огромное спасибо подписку и опять-таки приходите на новая трансляция а проверяем и в целом прощаемся так я сказал кто тимберу котел и виверна проверяем так топ-1 по урону вас кто 60 так и верно виверна 96000 я все-таки переоценил пудж а да ладно так мало и но как-то вот последний хватит показал что прям очень много а что я все-таки немножко ошибся этот парень на балмину снова говорить это кидал брейкер и того у нас топ-1 по урону виверна топ-2 котел топ-3 дом брейкер чет я переоценил честь и показалось что вот их файта где он нажимал там свой рендес и чисто там ищет полторы-две снималась с антаринга что прям дофига он и за всю игру внес но кстати по поводу полученного дэмаж это какой-то шок сто двадцать две тысячи триста двадцать два просто магия чисел это идеально вот кто до конца досмотрел кто увидел это 322 и 322 в эту сторону у того сегодня будет прям мега успешный день а все на этом все с вами был texos услышимся когда услышимся надеюсь вы посмотрите видео и либо стрим virtus pro против команды spirit они же аутсайдерс матч будет скоро матч вот он как бы здесь уже есть он в 16 0 7 июля если что если смотришь как бы уже после этого числа то тогда смотри повтор этом все с вами был texos пока пока